Было несколько причин, когда говорили, что армия из 300 тысяч человек не существовала. Это была не национальная армия, там были представители различных народов. 300 тысяч человек, да, там были приписки. Я бывал в Афганистане часто, я видел эти учебные части, где готовили там национальную политику, как они говорили, национальную армию. То есть эти люди были обучены. Да, там были приписки. Я сильно сомневаюсь, что там было 300 человек, но в любом случае это не было, чтобы это были такие тифы. Там были люди, которые могли воевать, но то, что происходило вот этим летом, это был просто нонсенс. Самолеты афганской армии не имели боеприпасов, не было топлива. То есть, если даже самолеты летали, то у них не было вооружения, чтобы бомбить талибские позиции. То есть, армию преодолели, просто преодолели. И я более чем уверен, что это было в результате секретного протокола между американцами, афганским правительством и талибами. Был проект, в котором сам президент принимал участие. Они приказали армии не сопротивляться. Поэтому это было своего рода предательством. Не просто армия сдалась. Предательский план, за кулисами которого стояли американцы, так как ожидается еще программа реализации прихода ИГИЛ в Афганистан. Согласно этой программе, ИГИЛ выйдет на политическую арену в Афганистане.